Добрый день! Сегодня я расскажу о том, как правильно выбрать источник бесперебойного питания для квартиры или дома. Такой источник бесперебойного питания отличается от обычного компьютерного бесперебойника большим временем автономной работы, большей мощностью, большими габаритами, большей стоимостью, ну а также формой выходного напряжения. Итак, чтобы правильно выбрать такой источник бесперебойного питания для квартиры и дома, необходимо определить всего небольшое количество его технических характеристик и начнем рассмотрение с его мощности. Обычно к источнику бесперебойного питания подключают самые необходимые электроприборы, освещение, котел отопления, компьютер, холодильник и тому подобное. Мощности источника бесперебойного питания должно хватить для их питания. Следовательно, сложив номинальные мощности всех этих устройств, получим мощность нашего бесперебойника. Но есть одно маленькое но. Необходимо обязательно принять во внимание пусковые токи таких устройств, как холодильник, газовый котел, погружной насос и подобные устройства с двигателем. В момент пуска их мощность кратковременно превышает их номинальную рабочую мощность в 3-5 раз. Однако, если просто взять и сложить все эти пусковые мощности, получим очень большое значение и, соответственно, высокую стоимость бесперебойника. Поэтому необходимо принимать в расчет пусковую мощность только одного, в крайнем случае двух самых мощных устройств. Ведь они не будут включаться одновременно в один и тот же момент. Итак, мощность источника бесперебойного питания это сумма номинальных и пусковых мощностей плюс запас 20 процентов необходимый для того, чтобы наш источник бесперебойного питания не работал на пределе своих возможностей. Номинальную мощность всех приборов можно увидеть на шильдике устройства или в его паспорте. Вот примерные значения номинальной мощности некоторых электроприборов. Ссылка на эту табличку и другую полезную информацию есть в описании к видео. Следующая характеристика продолжительность автономной работы. Время автономной работы без перебойника напрямую зависит от емкости аккумулятора. Вот и рассчитаем эту емкость. Допустим, мы вычислили мощность нагрузки 450 ватт и хотим, чтобы наш бесперебойник мог питать эту нагрузку автономно 6 часов. Тогда 450 умножить на 6 получим 2700 ватт в час. С учетом коэффициента полезного действия нашего источника бесперебойного питания, допустим, 90 процентов, что в вычислениях должно выразиться числом 0,9. Получаем 2700 разделить на 0,9 получится 3000 ватт в час. Источник бесперебойного питания должен выдать за 6 часов такую мощность. Если в источнике бесперебойного питания используется один аккумулятор на 12 вольт, то 3000 ватт делим на 12 вольт, получаем 250 ампер часов. Итак, нам нужен один аккумулятор не менее чем на 250 ампер часов. Больше можно. Теперь рассмотрим типы источников бесперебойного питания. Первый тип это резервный источник бесперебойного питания или офлайн бесперебойник. Он передает входное напряжение на выход без каких-либо изменений. Одновременно входное напряжение попадает на блок заряда, заряжая аккумулятор. А затем инвертор преобразует напряжение аккумулятора в переменное напряжение, которое подается на переключатель. При пропадании напряжения на входе переключатель переключает нагрузку на резервный аккумулятор. Такой источник бесперебойного питания применяется для защиты домашнего оборудования на короткий срок. Плюсы его это простота и экономичность, а минусы это отсутствие стабилизации входного напряжения при работе от электросети, более высокий износ аккумулятора в сравнении с другими типами и не очень высокое быстродействие переключателя порядка 10 миллисекунд. Линейно-интерактивные это разновидность оффлайн источников бесперебойного питания, но со встроенным стабилизатором напряжения. Его отличие состоит в том, что входное напряжение стабилизируется и только после этого подается на выход. При наличии входного напряжения оно заряжает аккумулятор, а при отсутствии переключатель переключается на работу от аккумуляторной батареи. Источники бесперебойного питания данного типа подразделяются на устройство с аппроксимированной или что то же самое с модифицированной синусоидой и чисто синусоидальным напряжением на выходе. Плюсы таких бесперебойников это компактность, экономичность, стабилизация входного напряжения, невысокая стоимость. Минусы это ступенчатое изменение выходного напряжения, наличие времени переключения на питание от аккумулятора, примерно такое же, как и в предыдущей модели, порядка 10 миллисекунд. Источники бесперебойного питания двойного преобразования или онлайн бесперебойники это такие бесперебойники, в которых электроэнергия преобразуется дважды. Входное переменное напряжение низкого качества в постоянное напряжение, заряжающее аккумулятор. И из него инвертором формируется выходное напряжение с эталонными характеристиками. То есть исчезновение входного напряжения лишь прекращает процесс подзаряда аккумуляторной батареи, а генерация выходного напряжения при этом не прекращается. Иными словами, время переключения при отключении входного напряжения равно нулю. Плюс такого источника бесперебойного питания это постоянная стабилизация напряжения и частоты, полная фильтрация помех электросети, отсутствие влияния подключенного оборудования на основную электросеть, мгновенное переключение на аккумуляторы в случае сбоев электроэнергии. Минусы. Это сложность в конструкции, более высокая стоимость. В режиме двойного преобразования это дополнительные затраты электроэнергии, а значит снижение КПД. Подводим итоги. Первое. Если источник бесперебойного питания необходим для такого оборудования, которое критично ко времени переключения с основного ввода на резерв, то выбираем только онлайн бесперебойник. Второе. Если источник бесперебойного питания должен питать не только электронику с импульсными блоками питания, но и холодильники, газовые котлы и насосы, то обязателен источник бесперебойного питания с чистой синусоидой на выходе. Третье. Для питания дома или квартиры обязателен источник бесперебойного питания с внешними выносными аккумуляторами для обеспечения длительной автономной работы. Четвертое. Мощность источника бесперебойного питания должна быть больше суммы мощностей электроприборов с учетом их импульсной мощности. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и присылайте интересующие вас вопросы в комментариях или напрямую через мессенджеры. Спасибо. Пока.